Альхамдулля, мы уже в Стамбул приехали, теперь нужно найти дорогу до этой мечети Токсин. Тоже какие-то съемки ведут они. В Финн, в Стамбуле снимают фильмы. Как я понял в Стамбуле очень много таких прикольных улочек, и вот кстати говоря в Баку тоже самое. Очень много таких классных строений и таких прикольных улочек. И в этих улочках всевозможные кафешки, ресторанчики, так приятно короче там сидеть. Сейчас мы ищем мечеть на этом Токсине, потому что у нас сейчас с братьями назначена встреча. Хотя это называется типа встреча с подписчиками, но мне не нравится это название, потому что я не знаю, так обычно бывает у поп-звезд всяких и так далее, и там и фанатов, а у нас, альхамдулля, нет никакого фанатизма к людям. У нас, наши сердца связаны только с Аллахом, поэтому мне это название не нравится. И лучше встреча с братьями, так, альхамдулля, более праведно. Судя по всему, это оно. Вот оно. Новая мечеть в центре Токсима. Круто. А это знаменитый вагончик. Круто, да? Так, поехали, посмотрим, можно вообще зайти в эту мечеть, красивую. Альхамдулля. Ой, мащааллах. Ой, мащааллах. Очень красиво. А? Альхамдулля. О, это мечеть. Альхамдулля. О, это дороги. Альхамдулля. В Китае. О, это Elite. Альхам הב�ам. О, это небо. Большой дорогой давайте куратье салам передадим вот так вот Сейчас Мамед меня научит, как правильно к камере обращаться, задействовать не научиться. Я имена дам, да, она мне понравилась. Так что присоединяйтесь на следующую встречу, сначала будет интересно, есть о чем пообщаться, есть какие темы обсудить, есть вкусный чай, есть турецкие сладости, так что ждем. Мы с братьями попили, покушали, и сейчас идем, Мамед, Мамед, скажи своим подписчикам и нашим тоже, когда ты на подкаст придешь? Опасный вопрос. Ну, я неща Аллах приду, да? Ты читал комментарии? Я просто, я боюсь, я боюсь вашим подписчикам надоесть. Нет, нет. Потому что какие-то сердца должны отдыхать. Ну, отдохнули 4-5 месяцев, полгода. Сколько можно? Подожди, как полгода? Полгода прошло уже. Хотя бы каждые 4 месяца, если ты будешь посещать. Иншаллах. Давай обсудим тему какую? Бомбовую тему понимать. Какую-нибудь полезную тему нужно обсуждать, так? Как раз на этой улице, вон там это был. Ну, эту тему я уже обсуждал в своем видео. Хорошо, когда вы сами задаете вопросы. Вы в своих подкастах открываете личности своих этих гостей. Я более-менее тоже блогер. Вы можете, например, по моей деятельности задавать вопрос. Например, вы можете, сейчас очень много наших мусульманских блогеров или тех, которые хотят вещать в массы. У них проблема с технической частью. Потому что наша фишка в том, что у нас есть ответы на все вопросы. Но у нас проблема именно с технической частью наших мусульман современных. Вот, например, это можем обсудить. Отлично. Я за. Иншаллах. Вот и решили. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Ему и мне. Ставьте лайки. А кстати, дизлайк тоже считается. Знаешь об этом? Да. Да. Кстати говоря, это наш брат занимается обувью. Есть такое дело? Финишаллах я оставлю ссылку. Поддержите мусульман наших братьев-бизнесменов. Покупайте у него. Как можно больше. Если кто-то оптом купит, я не думаю, ты не обидишься, да? Нет. Если кто-то оптом купит, он не обидится. Покупайте. Бисмилля. Что ты хотел сказать? Я говорю, младше они платят, когда и старше. Киди, киди, киди. Скажешь в камеру то, что ты сейчас сказал? Ой, да. Сейчас Рашад скажет в камеру очень полезную информацию для всех тех, кто спрашивал по поводу жизни в Стамбуле. Я в этом не разбираюсь, потому что я не живу в Стамбуле, я живу в Бурте. А вот этот наш братишка Рашад, который до сих пор, к сожалению, не женат. Ищем его праведную жену. Так вот, он знает про Стамбул очень много. Короче, он все расскажет, иншаллах. У меня постоянно вот братья спрашивают, знаешь, какой вопрос? Они говорят, в Стамбуле куда нам переехать для того, чтобы мы могли жить в более-менее религиозном районе? Это первый вопрос. Второй вопрос их интересует по поводу школ и детских садиков для их детей. Вот что можно посоветовать им? Ну, для начала нужно сказать, что сам Стамбул, он разный, да? Ты об этом в предыдущих видео рассказывал, что он и светский, и религиозный. И туристический. И туристический, и финансовый, да? Где вот, например, деловые шишки такие крутятся. Если мы говорим о религиозном районе, да? Нужно сказать, что... Религиозный район для жизни. Для жизни. Они могут жить, наверное, там. Их несколько. Семьями. Их несколько. Допустим, мы возьмем такой район, как Башак-Шахир. Допустим, там многие из наших туда переезжают. Они знают про него, слышали. Есть район Белик-Безю. Туда тоже переезжают люди. И есть район Фатих. Фатих. Ну, этот район, например, очень большой. Ну, все они районы большие. Я не могу сказать, что, например, этот район все религиозные. В самом районе есть свои микрорайоны. И в этих микрорайонах ты уже можешь себе найти тот уголок, где более так религиозные, набожные люди. Я же вам говорил вот то же самое, да? Да, да. То есть нет такого, что вся Турция религиозная, или там какая-то часть религиозная другая, нерелигиозная, или целый город религиозный. В каждом городе есть вообще разные районы, где-то там, скажем, светские, где религиозные, где туристическая зона, где бизнес-зона. И вот нужно конкретно подбирать, самому лично приехать желательно, да? Да, конечно. И это, как ты говоришь, прокатиться по этим районам. Прокатиться, посмотреть. Потому что я вот, когда мне пишет человек, допустим, а в каком районе мне жить, или как мне жить, и я ему всегда говорю, тебе нужно сперва просто приехать и своими глазами увидеть. Покататься, посмотреть. Покататься, почувствовать, это твое, не твое. Почему? Потому что Башак Шекир, допустим, да? В этом районе нету моря. Все, минус что? Свежий воздух. Морского воздуха мало. Потому ты выбираешь, например, район Белик-Дюзю. Ты выбираешь этот район, и там уже море. Значит, ты можешь взять своих детишек под ручку и пошел на набережную гулять с ними каждый день хоть. Там и парки и так далее. Фатих тоже религиозный район, но Фатих огромный. То есть он большой, и в самом Фатихе есть микрорайон Фатих, так и называется. И там уже преобладающие число религиозные люди. Или, например, жилье само, там апарты есть, допустим, да? Есть Сите, есть резиденция, и он уже сам. Сите, это когда у тебя есть своя территория, и ты можешь ребенка, жена, может гулять. Это как комплекс. Да, комплекс. Это жилой комплекс. Да, это жилой комплекс. ЖК, это Сите. А есть, например, апарты. Просто здания. Как в России, например, ты знаешь. Просто здание без своей территории, только есть... Ну. Спасибо, Леви. Спасибо. Со школами. Следующий момент. Люди ищут что? Говорят, мне нужна русскоязычная школа, чтобы учиться там. Мои дети учились. Я советую им сразу отправить своих детей в турецкую школу. Есть религиозные школы турецкие, чтобы ребенок смог адаптироваться... Быстро. Быстрее. Быстрее впитывает. Он уже вникает в эту культуру, турецкую культуру в плане языка. То есть он начинает понимать. Отправляешь в русскую школу? Да, ты можешь отправить. Они тоже есть. В каждом районе можно найти... Вот тогда ребенок не будет ассимилирован, он будет в своем кружке замкнут. Нужно вот эти моменты учитывать и внимательно понимать, что вот не нужно вот так слепо... А, я все, сюда перейдя. Нет. Приедь, поездь, посмотри, оцени и уже реши для себя, вот этот район тебе подходит или нет. Каждый себе найдет какой-то себе уголок. Я вот считаю, что Стамбул это такой город, что ты можешь найти что-то свое. Обязательно. А я найду здесь для себя место, Рошад. Подытожь, пожалуйста. Нет. Ир, все, что такое? Да мы это... Ты налай новые фишки. Не важно, с какой скоростью ты двигаешься. Главное не останавливаться.